Друзья, всем доброе утро! С вами снова я, Олег Капустин. И это мой канал Субъективной России. Вот. Извиняюсь за то, что сейчас не могу видео особо часто скидывать, потому что с работы немножко замотался. Последние дни. Особо некогда сейчас. Вот, что хотел отметить. Блин, порой думаешь, как хорошо, что я все-таки уехал с этой брыны. Господи, пооставались там вот такие вот всякие книги, которые мне потом пишут, там, в комментариях, там. Ну, реально, ну, конечно, смешно. Ты на деньги Кремля, там, Кохлобот, там, блин, кремлевская фуфайка, там, господи. Конечно, не хочется обращать внимание на таких людей. Ну, никуда не ездишь, там, куда. Еще хотел рассказать. Позвонил, значит, вчера бабушке свою. У меня бабушка осталась в Украине. Мать отца, получается. Ей 29-го года рождения. 87 лет человеку вчера исполнилось. Ну, позвонил буквально на пару слов, перекинулся. Значит, не успел поздравить. Сразу говорит, реально холодно в квартире. Реально. Сразу первое, что говорит человек, холодно. Не реально, говорит, холодно, блин. Человек 50 лет. Педагогического стажа. Проработала в школе, учительница. Поснимали все льготы, она мне сказала. Пенсия, там, это минимальная. Коммуналки, естественно, вы все в курсе какие. Блин, и вот-вот, не объясните, вот, люди вот, которые там пишут, там, что-то. Вы, вообще, здравомыслящие люди, вообще. Или нет? Вот, реально, вы, там, да, я понимаю, свои там жопы как-то попристраивали, там, в Европу бегаете, прыгаете, там, и дальше, там, что-то скакаете. Вот такие люди, вот такие люди, да? Что вы для них сделали? Что вы для них дали? Брази, просто мрази, реально. По-другому сказать не могу. Вату, говорит, иди воюй. Да. Вату, воюй. Я бы быстрее на Анатолас, конечно, пошел воевать, но я просто никогда не пойду воевать в виде своей. Потому что это одна страна. Не то, что в Сигуле, в шлемах, просто. Даже уже отолшники давным-давно поняли, многие, что эта война не для них и чужие просто интересы. Пока всякие там Порошенки, Яценяки и те моих подобные мрази ведут свой бизнес. Вот, Липецк, 100 километров отсюда, да? Ну, так это же, говорят, да, завод этот, Рошен. Так это же не только один завод. Порошенко целый синдикат, целые, блин, заводы, пароходы, целые кланы тут, я не знаю, по России. Вспоминаю, как это заверюха, которая потом ментов убила, там тоже жадись за нее, рассказывал, предупреждал. Как они приходили тогда в компанию Лукойл или в какую-то, я не помню, там, в Украине. И кричали, что они, так как они налог там платят в Россию где-то, что они финансируют терроризм. Господи! А тебе Тимошенко заявляет, там, сидите, смотри, за этого с Порошенка карты раскрывают. А что, ты раньше этого не знала? Почему все молчат, а в определенный момент все начинают вот прыгать, возникать? И старые люди, Шари, там, тоже за него рассказывают всякую херню. Реально, человек просто, блин, дело и доброе дело. Ходят на Донбассе, раздают эти пенсии людям. Смотришь, сердце сжимается. У вас что, вообще сердца нет? У вас души нет? Еще и пишут, что поедет в Украину, посмотри, кто посадил. Привет, это ничто. Вы вообще осознаете, что со страной произошло? Вы вообще понимаете, что произошло со страной? Придурги, придырги, вообще. Леди просто. Россия, блин. Да, действительно, люди правильно пишут. Да я сам об этом всегда думал, что Украина всегда жила только тогда, когда реально как-то поддерживала связь с Россией, когда была частью России, когда они вместе были всегда. Всегда был один, единый народ. Потому что там привязали насильцы на эту всю западную Украину, там, я не знаю, там ее приклеили, пришили. Да ну их вас нахер вообще. Какая от вас польза? Какой от вас стол? Что вы можете? Я не дерево, я не сижу, у меня нету там корней, чтобы я там реально прорастал в этом загнивающем государстве. Я вам, придуркам, вот с Украины особенно, показываю, вот, что здесь жизнь нормальная, что здесь нормальные люди. Я имею на это право, что люди тут совсем по-другому живут. Что вам там рассказывают? Посмотрите эту гражданскую оборону, ICTV и так далее. Вы что? Вы это не на одни уши не натянут. Вы на себя посмотрите, елы-палы. Что вы смотрите на Россию? В России здесь все хорошо. Даже люди тут и то жалуются, говорят, мол, типа, хуже стало там и так далее. Но это отдельная категория людей тоже. Многие тоже понимают, что все познается в сравнении. Блин, люди пишут, да, горячая вода, что у вас там не круглый год, это новость для человека, там это прям такое на ухау. Да, на ухау, реально. Горячая вода у нас, ну, в лучшем случае, только зимой включалась. Я здесь, когда приехал, людей спрашиваю, говорю, а бойлер у вас есть? Они говорят, а что это такое? Здесь, блядь, не знают, что такое бойлер. Понимаете? Здесь пенсионеры нормально, им тут платят всякие компенсации, льготы. Есть, кстати, такая, есть вот машина еще, видел, социальная помощь. Они помогают, по всей видимости. Вот такая на газели катается, социалка. Приезжают к людям, старым там, я так понимаю, что обеспечивают их там продуктами и так далее. В Украине тоже все это есть. То есть это настолько как-то... Вот вы живете там в больших городах, вы вот по селам проедете, посмотрите, как люди живут. Вот последний там опрос Шареа смотрел. Все свалить хотят, все хотят свалить. Все просто, блин, реально, людей просто спрашивают на улице, какая перспектива, какая что у вас там? Западная там, блядя. Свалить, никто не верит, никто вообще не надеется ни на что. Что со страной произошло? Вы на тонущем корабле, граждане. Вы на тонущем корабле. Строить, построить. Не знаю, вот мое личное мнение, пока вот западную Украину просто не оторвут, не выкинут куда-то. А может быть и нет. А может быть и нет. Наверное, все-таки жидов. Вот таких, как Порошенко. Не евреев, а именно вот таких вот. Не выкинутой страны. Не знаю, не будет там порядка никакого. Вся вот беда... Вот на чем спекулируют там политики? Вот именно на этом то, что... Ой, Ридномова, патриотизм, блин, и так далее. Господи, да разве это стране важно? Разве это... Ты там, говорит, розоварь. Да и мало, и разоварь. Выходит корреспондент по Киеву с ним общаться. Мало оккупантов. Блин, как вспомню эту Фариону. У меня знакомый, заказчик был. В Украине там. Значит, дедушка старенький. Я вот уже накануне отъезда, когда уезжал, разговорили с мыслятся века. Он мне говорит, ты знаешь, я курицу не убью. А реально, говорит, я свиняка бы собственными руками задушить. Вот так вот. Поэтому я еще хотел сказать, что просто люди, большинство там, тоже доведенные, особенно пенсионеры, как мне просто жалко таких людей. Вот даст Бог, вот немножко хоть получится, вот на ноги, стану, если. Я думаю, я здесь стану, нормально все получится. Конечно, буду помогать. Помогать. И своим родным по возможности. Тоже, может быть, как-то перетягиваясь сюда. Но, честно сказать, настолько мне жалко вот именно старых людей. Да и вообще людей, которые, может, тоже по неведанию своему так рассуждают. которые остались там, реально продолжают просто не жить, а существовать. Просто выживать. Выживать. Страна, где агитируют лазить по мусоркам. Страна, где агитируют, я не знаю, приспосабливаться, как только умеете, как полностью, да, доведенное до отчаяния, до ручки. Поэтому, люди, будьте здравы. Не пишите мне такие комментарии. Идиотские. А лучше посмотрите вокруг, как вы живете. И посмотрите то, что я снимаю здесь. И сравните просто-напросто. Все, всем удачи. Хорошего настроения. Немножко злое сегодня. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если интересно. Всем удачи.